Простите вопрос, а поверите, мы это уже проходили. Так, болтики проходили, так, про ментор я что-то сказал, остальное это, да вы пожалуйста, уходите по-настоящему, книга 600 рублей, электронная книга 500, там все разжевано, книга же самая приятная, руки взять, это вам не с экрана, знаете как мне трудно, когда вы мне пишите письма на экран глядя, Зрение на смесь посажено. Добрый вечер, Кажданского края. Так, сейчас, сейчас, я выделю. Ага, вот, Хадыжинск. Черенки вашего абрикоса привели на сливу и персик. Черенки абрикоса на персик. Так, первое слово извращения. Вот, черенки ваших яблок и вишен, поэтому от него лезло. А вот, черенки ваших яблок и вишен привиты тоже. Косточки груш и яблонь проклюнули дружно. Некоторые, по моей вине, подсохли. Надо было поливать, было темно, тепло, солнечно проглядел. Остальные хорошо растут. Да, в этот момент влага нужна. Косточки все вишен с червесной абрикосой еще спят. Смотрите, до спят, что они проснутся. Очень интересно, за всем ухаживающим радость. Спасибо. Так, у меня вот это смутило. Возвращаю. Черенки ваша абрикоса привели на сливу и персик. На сливу, ладно. Но тогда уже, вот, мы говорим про настояние ментора. Тогда вот берите эту сливу, и чтобы у него рожай был, чтобы косточки один год и второй сходили, третий, пятый. И если абрикос к нему прижился, хотя бы один. Продолжайте эту линию. Значит, вы сможете с их уже. Помните, вопрос был, вот снижается ли высота абрикоса на сливе? Снижается. Но дальше надо, чтобы еще долголетие было. А первое поколение может не быть долголетия. Черенок взяли второй раз, опять на эту сливу, на родственника. Третий раз. Та же повторение ментора, наслоение ментора. Видите, какой термин интересный. Так, и у вас абрикос станет меньше. Слива сроднится с абрикосом. Потом вы можете получить гибрид слива абрикоса. Но с доминированием слива абрикоса, это уже... Это просто, знаете, как, если вы волшебник, если вам хочется создать чудо, так, как создавал именно Мичурин. Понимаете? Ну, вот персик, абрикосный персик я не комментирую. Вот. Просто безумству храбрых поем мы песню. Весь мой ответ. Так. Абрикос при вытасе будет представлять ценность? Да, только сейчас говорю. Очень большую ценность будет представлять. Подумаешь. Ну, каждый год будете этим заниматься. Не менее 4-5 поколений. Через 5 лет он будет ценнейший на свете. Почему? Потому что сливовый подвой – это не дефицит. Сливовый подвой работает при близких уходах. Сливовый подвой не боится сырости, как боится и абрикос. Абрикос только через 4-5 поколений. Они так удачно устроятся. И перестанет ветер его ломать. Перестанет это самое отторжение быть. И вы еще чудеса увидите. Вы увидите абрикос, но какой-то он будет неправильный. А разве это неинтересно? Каких-то 5 лет. Я бы только дал направление. Я так надеюсь, что меня слушают мои донюшки Ольга с Натальей. Я с высоты своего возраста с вами так немножко фамилиарничаю. Поехали дальше. У нас в Ленинградской области до середины апреля передают на нас 1-7. Ничего себе. Днем 3-9. Что делать с прививкой? Нет. Давайте. Дальше ждать нельзя. Давайте. Пой под бутылки. Сергей не стал ждать. Пой под бутылки. Все. Начинайте пьет. Пьет. Это дотяните, что не пьет. Еще хуже будет. Жару знаете, как плохо приживается. Жара, а она плохо приживается. Все не как у людей. Друзья, прокаливайте песок не только перед закладкой косточек, но в этом случае я все время сертификации нашлась заплесневшая у меня катастрофа. В раскрывшихся косточек массово присневеют ядережки. Заражение произошло после того, как косточки вскрылись. Слава Богу, пока мы абрикосов а ну эти боги. Фух. Ну, это Ольга, ну старые друзья, ну нельзя же так-то до инфаркта доводить. Вот. Так, винограду. Как? Кварянка кокогрусти. А, это вопрос задает, да? А, или он подсказывает? Кокогрунте, кокосовый шуток. Я, знаете как, я может отстал лично я от жизни. Мне спрашивают, а можно ли в этом? А можно ли в этом? Продают же эти грунты. Не грунты, даже грунтом нельзя назвать. Субстрат такой продают. А я не знаю. Мне нравится песке. Мне песок повезло. Не прокаливаю, не мою, не это самое, не обеззараживаю спад сосен. Вы знаете, почему он такой? Я-то не сообразил. Как он так? А на нем сосны растут, причем вековушки огромные. Они за свою жизнь, они же не молодые, а у меня есть фотографии, как бы получается карьер и получается как бы разрез почвы. Метров пять-восемь вот так передо мной, я там беру снизу, вот так ровный слой стоит этого песка. И торчат корни этих. Да оказывается, как я понял, корни за столетия сосен высосали всю органику и лишили меня удовольствия, как я аквариумист, мыть, мыть, мыть. Горячий виду, это песок. Когда-то я мыл аквариумный песок. Понимаете, мне просто, это уже за меня работа сделана. Песок абсолютно безжизненный. Я только одного поднять его, как сосны на нем могут расти. А песок совершенно чистый, его строители берут. Так. Всем добрый вечер. Только подключился к юбилару. Ну, здрасте. Хорошо, если потом запись увидите. Вы, вы считаете, все потеряли. А, может быть, это было не сейчас, а час назад. Ранетку, дичавшую, заложил на Сурикасе 21 марта. Вчера Соргалковский абрикосов заодно решил ранетку посадить. 50% проклюнулись. Пришлось сажать осторожно. Не ожидал, что так быстро. Я всем говорю, больше месяца нельзя. Да еще и месяц это самое. Завесть успевается не только вырасти. Одна радость, что у них хоть разброс есть по времени. Что не все проклялась так рано. Вот. Это самая нежная вещь. Ранетка, Сибирка, а дичавшую ранетка, а культурная Сибирка. Вот. Культурная, не знаю, никогда раньше не прорачивал. Чуть ли не первый год, вон они лежат. Берут, но хреновенько берут. Поэтому, когда закончится продажа, я распакую, посмотрю. Закладку, помню время, посмотрю. Как культурная, сколько времени им надо. То есть, я учусь на ходу. Малитская, посмотрите, чем работает царевшая косточка, чтобы плесень не развивалась. Комерный суд. Ё-моё, а я ж никогда этим не занимался. Царевшая косточка, целевшая косточка. У меня сразу. Марганшелка, это как бы меня вбитая литература. Кто ответит, подождём, время, правда, стекло, кто ответит, Ольге, что ещё можно. Я бы, наверное, взял бы их руками, промыл в тёплой воде. Наверное, этого бы и хватило. Марганшелка, можно, она самая безобидная считается и всех этих этих самых подавителей бактерий, скажем так. Наверное, на этом мы и закончим. Так. И вряд ли кто-то что-то другое знает. Были бы мои, я бы тут и сказал. Давайте ещё вышло. Давайте так. Напоминаем. Мы с Антон Валерьевичем, если и не заработали пока ни рубля, то можем заработать, если вы пришлите пару заказов в Семен, пару заказов в Семенков. Вот сезон заканчивается. Ещё раз напоминаю, высылаю ускоренной почтой. А уже люди удивляются, как так, не успел заказать, уже пришло. Это всё есть. Я доплачиваю за вас. Видели цифры какие? 500-600 рублей, 500-600. Даже если это рядом, Иркутск, Урал. Вот. Ещё одна причина, почему такие дорогие пересылки, это потому, что у нас, когда ликвидировали эти свежеобластные перелёты, много всё ликвидировали, когда началась перестройка, новое мышление, вот, и получается так. Как так? Я живу в Новосибирске, а вы мне, это самое, ваша посылка пошла в Москву. Она пошла, ещё и полетела. А потом она полетит в Новосибирске или поедет этим самым поездом. Это вот результат этого того, что у нас движение теперь настолько усложнилось, что оно и катается лишние тысячи километров. Вот. Отсюда вот то, что я вам пересислил. Я не выбирал это. Это всё подряд. Это все даты свежие, кто видел. Вот сейчас прямо. А сейчас я вам просто пожелаю последние денёчки. Черенки в холодильнике. 0 градусов в последние денёчки. Вот. Ну что, друзья, заканчиваем. Народ начал раз отключаться. И мы тоже. И следующий вебинар, надеюсь, состоится в следующий раз. Отвечу на все пять. Даже лучше подготовлюсь. Вот. Потому что понятно, что есть сад, есть маточный сад, есть ещё сенсорный сад. Везде подход разный. Вот. есть питомник. За ним охотно рост и сад не нужен. И мне придётся доказывать сотни фотографий. Я хочу, чтобы Ольга и Наталья Медведева и Ольга Исаакова стали нашими близкими друзьями. Чтобы здесь их по мере велькали, чтобы здесь вопросы, ответы. Заметили, что уже не только я отвечаю на вопросы, бывало и друзья. Вот. До свидания, друзья. Наше время стекло. Антон Валерьевич просьба прислать мне ссылку. Завтра утром посмотрю, что наговорил, что забыл, главное, что забыл наговорить. Всё, отключаюсь, танцеляции выключаю, спокойной ночи. Сегодня сказал малыши. я даю экзамен. Надеюсь, что сдал. «Обля proper» «Обля последствия» камеру. Всегда